Это международная дивизия, и мы победим на 3-5 минут раунда. Пожалуйста, приветствуйте из «Редкой» представителям США и ГФ команды А.J. Суза! Да, 25 лет ему сегодня, 92-го года рождения, а черный пояс он получил у Пабло Попоича, у которого и тренируется, представляет команду GF Team. Пабло Попоич – это всем известный грэпплер, благополучный шутбал в EDCC. И теперь поздравляем его сопоставим в злой корне из Бразилии, представляющим команду Чекмат – Аналдо Майдана! И его противник – Арналдо Майдана, родом из Бразилии, представляет клуб Чекмат. Полное имя его – Арналдо Майдана де Оливейро. Выходит он в черном тимоно. Рефери Эзикиль Диас будет обслуживать эту схватку. Категория до 85 килограмм. В синем кимоно у нас Ай-Джей. И Арналдо Майдана в черном. Немножко дюдо в начале схватки. Очень агрессивно Майдана срывает захваты со своей куртки. Сам хватает, навязывает свои. И посмотрим, что сможет предложить. Попытка подсечки. Середину перетаскивают. 20 секунд до конца борьбы в стойке. Закончилась минута. Сейчас, скорее всего, мы увидим пулгард. Нет, мы видим тейкдаун от... Попытка. Ну, попытку тейкдауна, да. Попытку взять одну ногу от Арналдо Майдана. Но Эй-Джей сразу срывает эту атаку. И продолжает возиться в стойке, как будто два дюдоиста. Посмотрим, чем все кончится. Есть вероятность, что кончится все каким-нибудь амплитудным броском? Такая вероятность всегда есть. Никакая, не знаю, с чего ждать. Есть очень много борцов, которые известны такими бросками. Один из них ждет нас сегодня. Это Эрбет Сантос. Вот одним из этих бросов как раз речь шла об этом броске. Это спина с колен. Причем молниеносное сейчас было движение. И благополучно сразу получает маунт у нас Эй-Джей Суза. Получает 6 баллов за тейкдаун и маунт. И как раз такими амплитудными бросками известен еще один представитель сегодняшних ребят. Это Эрбет Сантос, который будет бороться с чемпионом ACB 95+, Виктором Анорио. Очень любит он вот эту спину с колен, втыкать вот так вот плечом и головой человека в мат. Замечательный прием. Очень хорошо используется в нашем самбу, в дюдо. Эй-Джей Суза пытается закончить схватку крощёлком из маунта. Очень глубоко заправил он левую руку. Почти схватил захват правой. Пытался задушить, но сорвались захваты. Но тем не менее 6-0 Эй-Джей Суза ведет. Ну и 2,5 минуты до конца первого раунда есть возможность. Как ты думаешь, Али, есть возможность закончить досрочно бой? Да, конечно. 2 минуты это более чем достаточно, чтобы 3 или 4 раза проиграть болевым в ту и иную сторону. На самом деле времени... Ну вы сами видели, что болевые не занимают больше 2-3 секунд. Они могут молниеносно залетать. Иногда приходится их очень долго подрабатывать, знаете, доводить до момента, когда, собственно говоря, вы накинете последнюю технику. Много такой кропотливой работы, которая прячет основные ваши атаки. Но сами по себе треугольники, армбары и... Майдан как-то сейчас улучшил свою позицию. Да, на 2 балла, я бы сказал, улучшил. Он сделал свип. Он сделал свип и получает 2 балла. Проигрывает 6-2. Теперь ему нужно будет проходить гард. Да, он получает 2 балла за свип. Непонятно, только судья начнет с той же позиции или с середины. Похоже, что с середины. Ждут начала схватки. Вот, судья дает старт. Минута 44 осталась на табло. Прыгает гард у нас. Арналдо Майдана из закрытого гарда сейчас будет пытаться либо сделать болевой, либо переворот. Пока что хватает Лапел. Освобождается из закрытого гарда Эйджей. Сейчас будет пытаться пройти гард. Только правая нога Арналдо Майдана сразу подкручивается. Пытается рычаг колена закинуть. Вот, сейчас двумя руками хватает пятку, забирает ее к себе. Попадает в 50-50 гард. И, возможно, первый раунд у нас так и пройдет. В скованном, закрытом 50-50 гарде. Потому что из него не так-то просто выбраться. В него очень легко попасть и очень сложно из него выбраться. 30 секунд. 30 секунд до конца первого раунда. Борьба за рукав идет, потому что именно эта рука, она чаще всего накидывает болевой на ногу. Эйджей ее контролирует для того, чтобы обезопасить свою правую ногу от ахиллов и прочих атак. Ну, прочих это скрутки стопы, скрутки пятки. В данном случае, конечно, скрутки пятки запрещены. Поэтому скрутка стопы и только. 7 секунд до конца раунда. Как я и предсказывал, раунд закончится закрытым 50-50. 6-2 первый раунд за Эйджием. Посмотрим, как пройдет второй раунд. Ну вот, первый раз мы за сегодняшний вечер видим опутудные броски в действии. Вот, собственно говоря, сейчас попытка тейкдауна от Майданы, которой не удалась. И шикарная спина с колен от... Вот она. От Эйджием. Моментальное колено на живот. Проникновение в маунт. И удержание позиции уже в маунте. Вот она, спина с колен. Причем это не классическое исполнение этого приема. Как я и говорил, лицом... Ну, спиной не поворачивается. Полу как бы лицом делают. Оказавшись на коленях, так полубоком к... Майдане. Он его сдернул как бы вниз, перекатил и затем вот накрыл его. Да, как я сказал, это несколько отличается от джиу-джитсу, вернее, извиняюсь, от джиудо, поскольку... От джиудо, от самбо. Ну, вообще от других видов спорта, потому что нельзя ни в коем случае оказываться спиной к сопернику. Если ты целиком отдашь спину, уже очень сложно вернуться оттуда. Тем более вернуться оттуда, не отдав свою шею на удушение, не отдав лапел, не проигрывая кучу баллов. Поэтому люди стараются не рисковать, в то же самое время смотреть в вас, держать вас и делать тот же самый прием. То есть, модифицированная спина с колен по джиу-джитсу я бы назвал ее. Потому что очень часто мы можем ее заметить в схватках по джиу-джитсу. Чаще всего я видел, как ее исполняет чемпион мира по черным поясам Эрбет Сантос. Сегодня мы его тоже увидим. А вот мы можем наблюдать такую нашивку на спине. Видите, такая пирамидка, желтая сверху, желтая вершина сверху и буква М внизу белая. У Арналда Майдана, скорее всего, это логотип его школы. Всегда черный поясак... Ну, представители бразильского журналистка получают черный пояс. То есть, со временем всегда открывает свою школу. Свою уже? Да, свою школу. Это как бы нормальный путь, пройти от белого до черного пояса. Затем открыть свою школу, научиться самому и научить других. И вот... Но при этом он был... Вот опять мы увидели этот прием. Опять спина с колен благополучно дает 2 балла ЭйДжею. Да. Очень хорошо работает для ЭйДжея этот прием сегодняшний вечер. И сейчас пытается он пройти гард. Проходит гард. Оказывается, в позиции сайд-контрол. Ждут нас 3 балла. Итак, 5-0 счет. Судья перетаскивает это все дело в середину. Плотно контролирует ЭйДжей. Соперника ставит колено на живот, идет в маунт, но не удается ни то, ни другое. Попадает в баттерфляй гард он. И сейчас Арналдо Майдана пытается всеми силами выманить на свой гард соперника и использовать его для переворота. Но не получается вес соперника посадить на свой гард. ЭйДжей Суза благополучно обваливается. И сейчас планирует проходить гард-хавгарда именно движением лонгстепа. То есть он будет, скорее всего, ложиться на правый бок и левой ногой такой длинный шаг доставать ногу из хавгарда. Ну вот мы видим, Майдана берет куртку и пытается забросить руку за шею Сузи. Пока не совсем понятно, что именно Майдана пытается сделать. В принципе, разные варианты пробует из хавгарда. ЭйДжей проходит влево гард, перепрыгивает его не слайсом, оказывается в сайт-контроле. Дело техники осталось, только законтролирует. Не получает. Он 3 балла, потому что контроля не было, но переходит за счет захвата Кимуры за спину. И похоже на то, что да, вот спина... Боу-нэрол-чоу, который мы называли до этого, лук и стрелы. Обратите внимание, похоже, как будто лук и стрелы натягивает. Вот такое вот движение, но и это удушение не доходит до конца. И тоже никак оно не было оценено. А нет, оценено 9 баллов. Спина, спина оценена 4 балла. Снова бол-нэрол-чоу и снова уходит Арналдо Майдана. Прекрасно понимает и ориентируется он в этом удушении. Понимает, что нужно моментально лицом к сопернику поворачиваться через единственное доступное пространство. Но ЭйДжей ведет уже 9-0. Второй раунд он в доминационной манере забирает свою копилку. Снова оказывается сверху в хатт-гарде. Сейчас будет методично проходить гард. Возможно, снова попытается прикончить схватку досрочно. Закончить. Закончить. Закончить схватку досрочно, хотел сказать. Арналдо Майдана, мне кажется, пока не совсем понимает, как должна выглядеть схватка в его голове с идеальным исходом. Пока что не получается у него претворить свои планы в жизнь. Закрывает закрытый гард Майдана. Позиция с точки зрения позиции гораздо более выгодная для нижнего человека, нежели для верхнего. И вот Майдана, собственно говоря, и пытается обработать его, пока он не находится в этой доминационной позиции. Пытается завязать лапел, повзять кросс-челк, подвернуть ноги на рычаг локтя. Возможно, заставить Эйджей вытащить левую руку, оставить правую в треугольнике. Но пока что получается, практически ничего не получается. Накинул щипцы, ноги сорвались. И Эйджей Сузо снова оказывается в хавгарде сверху. Остается 18 секунд до конца второго раунда. Я думаю, Эйджей благополучно дотерпит до конца наверху. Не даст он себя перевернуть, не отдаст ему эти два балла, поскольку они повлияют на то, с каким счетом закончится второй раунд. Второй раунд 9-0, соответственно, 10-8 выигрывает Эйджей Сузо. Тайвай. 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 демонстрирует. Извиняюсь, хайлайт второго раунда нам демонстрирует. Ждет нас третий раунд. Вот тот проход поменял направление атаки, и Джей пошел в другую сторону правым коленом. Сделал так называемый проход под названием низ слайс. Называется он низ слайс, потому что низ английского означает колено, а слайс это резать. И вот он как бы своим коленом, свою гоненью прорезал ногу гард соперника. Вот несколько раз он был близок к тому, чтобы завершить схватку досрочно, но Арналдо Майдана очень умело поворачивался и вращался именно в том направлении, в котором это требовала позиция. И не позволил завершить схватку досрочно. Возможно, подарив себе второй шанс на победу в этом поединке, поскольку у него есть еще третий раунд. Ждет Майдана начала схватки. Что же, если все продолжится в такой же манере, то мне кажется, что тут все уже ясно, кто будет победителем в этой схватке. Да, если все в такой же манере пройдет, то все будет ясно. Конечно, Арналдо Майдана моментально прыгает в гард и моментально дарует Эйджей Сузу 2 балла, так как я говорил сразу же, что первая минута это ноу-пул-гард-минут, то есть вы не имеете права прыгать в гард по истечении первой минуты раунда. Если вы делаете так, то вы дарите 2 балла своему сопернику, что только что сделал Майдана. Эйджей Суза ведет 2-0. Ну и похоже на то, что Эйджей доведет дело до конца. Два раунда он выиграл. Причем, чтобы вы понимали, если Майдана хочет выиграть эту схватку, он принципиально должен заканчивать схватку с Абмишином. Поскольку первый раунд он проиграл 10-9, второй раунд он проиграл 10-8. И отыграть уже не удастся. Отыграть по очкам физически никак, даже теоретически никак не удастся, даже если он выиграет эту схватку 200-0. Но всегда остается вариант Абмишина. Посмотрим. Я думаю, поэтому Майдана так агрессивно начал, прыгнул в гард, не боясь за то, что 2 балла судья отдаст Айджей Сузе, потому что он, в принципе, по баллам выигрывать эту схватку не планирует. Ему сейчас кровь из носу, нужен с Абмишин. И посмотрим, как он будет претворять свою мечту в жизнь. Айджей же просто должен дождать... Айджей получает пеналти от судьи за то, что не старается, за то, что просто блокирует так называемый столинг. То есть, когда вы делаете все, чтобы ничего не получилось у соперника, а сами ничего не пытаетесь делать. Старается из закрытого гарда Майдана что-то сделать, но Айджей также старается ничего не допустить, просто держит дистанцию, держит осанку прямой, не совершает никаких плачевных ошибок. Просто предлагает Майдане рисковать и раскрываться, а там уже видно будет. Атаки из закрытого гарда. Айджей совсем уже перестал стараться, просто ждет. Майдана срывает все его захваты с ног, предотвращая раскрытие закрытого гарда. Но это именно то, что сейчас нужно Айджей и Сузи. Ему все равно, как закончится этот поединок, главное, чтобы он не проиграл с Абмишином. Соответственно... Как ты думаешь, Али, Майдана уже прекратил борьбу, или он все-таки надеется провести болевой прием? Я думаю, на самом деле, сейчас уже последние отчаянные попытки, когда вы уже как бы не верите, что вы выиграете, но просто понимая, что в принципе вы должны сейчас так рисковать, вы рискуете. Да, он заработал 2 балла, 2-2 счет, но ему нужен Сабмишин. И сейчас его от Сабмишина отделяет как минимум хорошая позиция. Пока что он до Сабмишина, ему еще нужно пройти гард, зафиксировать или взять хотя бы что-нибудь. В данном же случае, я полагаю, он полторы минуты будет бороться с тем, чтобы освобождаться от захватов на руках Эйджи Сузе. Эйджи схватил рукава, отпускать он их вряд ли планирует. Сейчас будет благополучно срывать, стоя с этой ноги, делает свип, встает. Нет, не встает. Просто дисбалансирует Майдану, приглашает того обратно наверх. Но Майдана не собирается вставать, он взялся за ахилл, схватил правой рукой свой лапел. И мне кажется, он будет сейчас все свои последние остатки сил включать именно в это, да. Вот он пытается рветь спину ахилл. Возможно, Эйджи из Датсон не похожа. По лицу не похожа на то, что Эйджи согласен с тем, что он собирается сдаваться. Терпит. Он знает, что победа у него в кармане, да. Расцепляется захват. Не удалось. Наверное, это был последний шанс Майданы на то, чтобы изменить ситуацию в этом бою. Да, осталось 40 секунд. Я думаю, так стремительно изменить судьбу этой схватки Майдана уже не получится. Вот если у него был шанс, то он его вот сейчас как раз и упустил. А мне показалось, что он плотно прихватил ахилл и... Он, возможно, даже и плотно прихватил. Просто джиу-джитсу на сегодняшний день. Черные пояса под джиу-джитсу, зная, что они выиграют, ну, очень редко сдаются от болевых на ноги. Я очень... Наверное, один из самых редких сабмишнов, который можно увидеть на сегодняшний день на уровне черных поясов, это стрейтфуд лок. То есть, именно болевой ахилл. То есть, да, мы видим рычаги колена, да, мы видим скрутки стопы, рычаги локтя, кимуры, все различные удушающие. Самый большой процент финиширования, конечно, у удушающих, потому что с них сдаешься ты или нет, ты в любом случае теряешь сознание, и как бы тебя никто не спрашивает, сдаешься ты или нет. Все-таки болевые на ноги и на руки это уже некая доля выбора, то есть, ты уже выбираешь, признаешь, что поражение сдаешься или все-таки терпишь. И на сегодняшний день большинство, ну, львиная доля спортсменов черных поясов терпит болевые на ноги, особенно касающиеся ахилла. Даже рискуя получить травму. Даже получая травму, люди лом... На сегодняшний день даже в чемпионат мира Абджо смотришь, то Рамула Баралу ломают ногу, но очевидно, что нога сломана, она на 180 градусов от положения, где должно находиться. Он ждет конца схватки, не сдается. То есть терпит болевые? И мне кажется, им уже даже в тот момент не больно. То есть, нога сломалась, да, ну... Бывает. Как-то так, мне кажется, они видят эту проблему. Возможно, они думают, но в любом случае она уже сломалась. Как бы ее в любом случае уже придется лечить. Чего сейчас сдаваться? Даже сейчас... Алис, согласен, но при переломе ноги очень неприятные, болезненные ощущения. Абсолютно с вами согласен. Я один из тех, наверное, кто вряд ли бы терпел именно болевые ощущения. Скорее всего, я бы сдался и попробовал бы в следующий раз. Но есть такие борцы. Тот же Пауло Мьяо знаменит и прославился как раз тем, что никогда не сдается. После 3-х 4-х раундов это идет к решению points. Счеты будут в порядке. Твой победитель в белом корне Эй-Джей Суза выигрывает. Эй-Джей Суза! Не удается Арналдо Майдане навязать свой поединок. Обратите внимание, обращая внимание, хромает Эй-Джей Суза. Возможно, это и стоило ему как раз ноги, да, но тем не менее, он победитель. Возможно, они даже получают травму, возможно, Галманцы, но они терпят, они не хотят признавать поражение. Итак, ждем интервью от Эй-Джей Сузы. Бравли и стима его приглашает. Эй-Джей, что красивое дисплей. В том числе, в том числе, вы получили сюрприз, Майдана twice, в 2-м разных раунда. Что-то, что-то новое в твоем игре? Серьезно? Нет. Я не делаю текедуны, но я реально хотел тест мой гад-пасинг. Я был известен как гад-гай за время, поэтому я хотел сделать текедуны, плей топ, и показать, что я могу сделать. Да, это было очень впечатляет, как вы делали это так легко, двое, в 2-м разных раундах, даже когда Арнадо ожидал. И эта опрессия не остановилась, она была нестабильная, в отличие от вашей карьеры. Добро пожаловать в Эй-Джей Сузы. Спасибо. Спасибо, всем. Спасибо за моим трейдом, Джейсон, который пришел и меня тренировал. Спасибо, брат. Добро пожаловать. Спрашивал про тейкдаун, который Эй-Джей Суза дважды накинул на сегодняшний день. Два. Да. Он сам был удивлен. Да. Говорит, это то, что ты нарабатывал и планировал делать. Эй-Джей говорит, честно, нет, говорит, я вообще не очень много работаю тейкдауны. Я просто всем известен как человек, который работает в гард. Я немного хотел проявить себя как карт-пассер, поэтому мне пришлось переводить схватки вниз, оказываться сверху, и, собственно говоря, мне повезло выйти отсюда победителем. А в следующей схватке наш соотечественник Дауд Адаев встретится с Луаном Карвальо. Это не дебют Дауда в ACB, он уже множество раз там выступал. Он боролся с действующим чемпионом Мэдвином Нажми в гран-при легковесов, когда тот выиграл свой титул, проиграл ему треугольником. Он боролся с Самиром Чантры на Берпуте 3, как мы говорили. Самира мы видели сегодня.